всем привет это канал физикса и и мы продолжаем играть в соли фейс и нас тут не пускает вот этот вильзиву и я не знаю что делать а походу все заново началось мы общались уже вот с этими чуваками где они вот они всякие там вот это глаза там еще кто-то был да это уже помню так вот здесь у нас здесь у нас замок стоит который я не знаю как открыть вроде мне говорит типа нужно просто вести символ которых нету но таких полно непонятно какие символы ну типа какие символы в каком порядке нужно вводить я предполагал что нужно ввести было просто те символы которые присутствовали в комнатах там такое был еще где-то был интеграл еще что-то было что-то еще было точно помню надо посмотреть так третья комната третья комната сюда что там у нас а это тут интеграл понятно как-то тут фигня так а у тут было вот это d который в обратную сторону тут тогда чё было а тут а тут как раз вот это n понял 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 четвертая дверь но я не знаю каком порядке вводить окей можно про эту дверь так ты только что пришел нельзя при этом восхитительными творениями во тьме их 5 что-то там пронизывающий взгляд они полны арскания и скорби и грехи они страдают я новозавр они убиты горем назад назад пути не будет спасибо пожалуйста увидимся вельс ну ладно мы прошли хорошо он звездочки окей компьютер а это телек выход так много кассет я кстати вижу отражение соли что тут ничего нету последний что ли значит что-то еще может сделать я могу только вверх и вниз и нажимать на вот эти ячейки с кассетами так понимаю и ничего не работает давайте увидим все закончилось я не понял что произошло есть чего от меня хотели и кстати вырос такие я теперь взрослый самодостаточный пацан косичку же нету но и ладно так я сыграл на гитаре где мой телефон ладно давай выйдем комната сала телек ой какая баба страшная так ладно давайте пропустим подвал ванная окей здесь ничего особенно хорошо в подвал звук спуска гризма а подняться на и блин я хотел посмотреть я думаю это интерактив с лотком окей к значит с нами живет только я пока не нашел а вот он кстати гризма наш это выход мы в подвале понятно как-то выход в подвале чок серьезно откуда вообще продолжаешь таскать эти стикеры стикеры чеха ворует он живой у него селился какой-то злой дух код откуда-то берет стикеры чё тут еще есть тут кто-то по идее должен жить ничего особенного ладно растение наверх кухня главный вход снаружи так светло все аккуратно интерактив больше никакого давайте наверх сходим может маски о мы с кем-то живем до нил утреца сайла чё как привет нил сегодня без хвостиков кажется я ни разу не видел тебя с распущенными лосами едва узнал ты как чувак это словно в облаках витаешь кошмар не дать порядке нормально пишешь я слышал ты пару раз вставал прошлой ночью внизу есть кофе знаю что ты его не жалуешь но тебе стоит выпить кружечку это поставьте на ноги я никогда не начинаю день без дозы кофеина спасибо чувствую себя разбитым без проблем сайло сайло так ладно у меня дальше не пускает хорошо значит он живет наверху я живу на втором этаже у нас есть общей 2 даже я на первом он на втором нас есть общая кухня есть подвал в котором живет кот не что хотел я хотел было сейчас путемся подвал и зайдем вот этот выход узнаем в чё там такое почему два выхода странно ладно сарай не только сменили замок так что они а мы только что с ними я не знаю крык короче какой код уставил тот а вы еще и столом живете окей ты не знаешь какой код уставил тут когда мы поменяли кодовый замок то есть вы и чуть теперь делать чем заняться опять или включить быть поспать ну я так понимаю тут ничего не особенного маски это типа на хэллоин ты надеваешь их просто мне кажется если ты просто снимешь маску это и так уже будет костюм на хэллоин ладно без обид так него его обожает но я не переношу так что нет спасибо что кофе уже светло дубля на куда ты куда идти то тита тита тай куда идти может он тут живет тут наверно переезжает так сказать и можем где-то пароль оставил бумажку какую-то тут нет никаких паролей нету может спросить у этого него машину за счет про пароль ты видел мой телефон нигде не могу найти ах да я нашел его прошлой ночью на крыльце решил что не стоит оставлять захотел собой и чуть о нем не забыл спасибо я не понял что оставил на улице не парь с всеми бывать держи чувак хорошо а где тот занять эти утром ну ладно как порвать охота на призраков тот говорил что в последнее время все движется медленно медленно хотела ну да медленно еле движется с мертвой точки вы ведь опять пытаетесь защитить меня парни это очень мило но вы ведь знаете что я способен за себя постоять к тому же я старше вас на два года да нет просто да да пять лет назад четверо друзей включили соглашение и я уважаю такую верность вообще то это хрень как милы кстати о милом я слышу что сегодня переезжает очаровательная эш одинокая волчица четырех всадников возвращается волнуешься мы должны встретиться днем значит это нет не могу дождаться нашей встречи просто знаешь чувствую какую-то усталость внизу еще остался кофе он он взывает к тебе сали кромсали возьми меня так странные звуки слышал мне придется тебе уточнить мистер сони прошлой ночью мне показалось что я слышу что-то вроде странной сирены я ничего такого не слышал может гризма опять смотрел телевизор нет это не то как будто а не важно наверное просто кошмары боже чувак ты точно себя хорошо чувствуешь да я в порядке ну ладно уже про работу не будем так спрашиваем солнечная система а тут плутон есть смотрите там плутон на карте ну да плутон уже типа не планета это карликовый планета карлик и все такое поэтому его особо не рисуют на карте солнечной системы не карте а схема солнечной системы вот так телефон да ух какой телефон давайте используем надо бы зарядить а где бы взять тогда батарейки а может наверно в комнате можно зарядить через минутку зарядник и чё просто подождать а чё там за картинка чё-то я где-то видел такую картинку какой-то мем что-либо я не знаю вот там эти типа с зонтиками стоят ладно наверняка эти плакаты что-то значат не просто они так придуманы все еще заряжаются ничем не заниматься цели нету а давайте сходим спросим как работа я не знаю ну чем еще заняться а а близкие работа у меня же утренняя смена мне нужно бежать сэл увидимся позже ну ладно значит я могу здесь пошариться кто-то 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 оставил мне записку пароль записка кто-то с новым кодом для сарая так может лучше записать что он такой как бы не маленький я думаю будет попроще ну ладно 4 0 3 5 3 6 4 тот отлично все можем идти все таки надо было спросить как работа я думаю это просто так сделано для галочки ну ладно так уж и быть это нам помогло все таки не всегда спросить как дела как работа может быть в игре для галочки так ну что ж подвальчик 4 0 3 такой звук 5 3 6 4 как будто на кошку наступаю или на мышку так ладно доска говорить не могу что мы работаем этим уже пять лет такое ощущение что чем больше связей находим тем запутнее все становится и вещи а культ до сих пор продолжает деятельность если да то куда они подевались так спасибо робу что дал нам денег на новое оборудование когда он узнал чем занимаемся и решил что мы настоящие ловители привидений ну окей какой-то еще персонаж появился лампочка тут до знакомые вещи типа валяются всякие пластилин например валяется рации рации вон еще одна лампочка ну неплохо так на такие намеки сделать отсылки на прошлые главы кубик рубика и чё теперь я погулял и и я я кассету нашел фантом я видела бле бле блеклый мужской силуэт он чем-то важен я чувствую словно какое-то давнее воспоминание мелькает в захромах памяти его облик ускользает от меня но он появляется в поле зрения то исчезает как будто он заперт в параллельной реальности фантом находящийся вне застигаемости или возможно фантом тут я а он находится в мире живущих я кричу взывая к нему но не думаю что он видит или слышит окей то есть мы нашли кассету нам нужно поискать кассеты хорошо вот вот для чего нам типа давали возможность поглазить вначале типа на телек без кассет так и че надо кассеты искать или можно куда-то потом пойти цель может какая-нибудь появилась да ага конечно цель смешно так ну может выход открылся но я не знал уже что можно сделать тут издеваешься выпей кофе хотя бы хоть какой-то прогресс сделай вообще нифига не понятно я какую-то кассету взял ай может вернуться снова может что-то ой не сюда а может телефон взять давайте телефон возьмем Варе прислал несколько сообщений вот да точно использовать не спишь так уже нет че такое че то не так с апарт Эдисона помимо признаков в жутком подвале ой блин я пропустил случайно дай мне пару минут я напиши как бы уже готов готов в пути окей я там пропустил случайно нажал иду 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 эпизод четвертый суд офигеть офигеть так мы вернулись снова в суд то есть ой когда нас там опрашивали потом нам журналисты типа что-то лезли типа с колбасой этой ё-моё чего мяу хорошо сейчас так прокурор вашу задовольность сильно сильно разнятся с вашей изначальной историей мистер фишер кто такой мистер фишер раз вы не утверждали ранее что вы поддерживали общение с лари джонсоном это он нам типа такая фамилия окей ладно утверждал а вот и прокурор вы признаете что врали в своих изначальных заявлениях да я находился в состоянии шока и думал что правда лишь усугубляет положение чтобы никто не поверит я не знал как поступить иначе итак жанам теперь как же нам верить вашим словом как разобраться где правда где ложь кроме правды у меня ничего не осталось важно чтобы люди прислушались к ним словам а поверят ли им или нет что ж ради же их блага надеюсь что поверят это угроза это предупреждение хыхыхх понятно ты должен поверить моим вот так это что угроза это предупреждение так вы хотите чтобы мы поверили но по нокф Koch до сих пор разгуливает убийца что представлены сегодня улики кровь жертв на вашей одежде кожи отпечатки ваших пальцев на орудии убийства записи с камер наблюдения показания свидетелей что все они призваны вас подставить и кто же так подразился полиция округа если суд не возражает я хотел бы продолжить давать показания эту историю важно рассказывать фронологическом порядке чтобы избежать выдергивать детали из контекста ну и еще сильнее чем они уже были выдернуты ух какой судья такие счетчики суть не возражает прошу продолжите дачу показаний мистер фишер но запомните отвечать на вопросы обвинителя вам все равно придется куд куда ты лезешь спасибо я на все отвечу продолжайте чувак говорю тебе что-то явно не так ну знаете вот он немножко изменился вот у у него волосы растрёпанные и типа вот это как это называется щетина ну ладно ты снова видел демона нет я видел его с тех пор как мы его сто лет назад вынесли да я утром взял супер гирбой и и все здание прочесал но никто не нашли я походу херово читаю все признаки куда-то пропали чуть ли не месяц назад как то странно хотя это может и неплохо может они наконец смогли отойти в лучший мир не знаю мужик у меня какое-то нехорошее предчувствие как будто у меня под кожей что-то копошится в черепе скребется словно зашить и что зашить ее перед бурей зашить и перед а словно зашить и перед бурей я это чувствую бурму сложно что доживю я тоже воспитываю будто все в тумане а за ним что-то ждет это притаившись да именно но чтобы это не было источник в апартаментах ну чё посмотришь со мной или как конечно посмотрю сходим за то там у него сегодня занятие а я не листаю даже а точно я надел он работает над чем-то но кажется еще не закончил модификация гитары наконец завершена но тут так и не показал мне как ее пользуются лучше с ней не баловаться надеюсь она будет работать лучше чем та штуковина в виде коробки которую сделал в прошлом году точняк предпочитаю чтобы моя гитара оставалась целой ну что ты готов почти хочу привести все что осталось на выходных наконец-то переберусь из своего подвала круто тот сказал что мы можем взять фургон шикарно а хочу вы сами начали разговаривать это же имя не листаю все мы наконец-то можем гулять привет сал чего до а что если уже нельзя ничего исправить типа мы вообще единственный что происходит вообще так может начать игру снова думаю остальные предпочитают просто игнорировать тот факт что все катится к чертям сечешь ну почему не понимаю почему они такие счастливые почему мы не можем вести себя так же может потому что нам не насрать а может мы можем смотреть сквозь пальцы на всю херню которая тут происходит наверное даже не значил там собаку сбили убили печально так ладно кладбище не стой не стой не стой пошли пошли нам тут нечего делать как-то черная тропинка прям а это дорога этом чудо черная тропинка такая дорога пришли эдисон апартамент кажется но про бурю ты не ошибся серьезно серьезно реально типа светло а там темно и пуля действительно что ж вперед погнали так да все зависит на прям на апартаментах тут вообще еще кто-то живет камеры открыто мистер эдисон так давно тут тут все складывать что он наверняка уже не помню что в коробках некоторое полное вещей его почившую семью в некоторых а в остальных старая одежда чайные сервизы кулинарные книги просто куча старой херни али чё ты копался вещах это тель гэ это на на тэ да тиранса эм естественно чел как я мог в них не копаться он же из комнаты никогда не выходит к тому же я хотел убедиться что он не связан с культом и не прячет тут трупы и еще какую дрянь но тут только скучные стариковские монатки ну что ж логично ну и чё можно тут вообще посмотреть ничего походу ладно уходим давайте дальше двигаться квартира мистера эдисона до ближнего утра юные сэры как вы себя чувствуете этим прекрасным днем неплохо чувствуем а вы я просто замечательно в планетах в последнее время очень спокойно ну конечно мы скучаем по своему дорогому Сава Фишеру и с Варе тоже будет грустно расставаться эх я буду скачать по этому месту но пора наконец выбраться из подвала к тому же живем мы буквально через дорогу понимаю наши юноши совсем выросли готовы к следующему этапу своих жизней раз за вас обоих знаете мальчики я желаю вам всего самого лучшего вы этого достойны спасибо спа-пасиба вам Терренс окей квартира мисс Орзенберг напомню почему вещи розенберг ой не то напомню почему вещи розенберг оставили тут эдисон до сих пор считает что она уехала отдыхать или вроде того что она вернется вот уж не думаю старое кресло я до сих пор не уверен что с ней произошло ты говорил что она типа исчезла да да но не только перед тем как исчезнуть она стала призраком мне кажется что она была не совсем человеком а да помню ты говорил и она какое-то время стоял стоял в культе но потом остановил их или попытался остановить так что она была очень старой ну думаю она была ведьма дубной а мне типа не дают больше никакого выбора пусть будет ведьмой не знаю только здесь у нее были способны зачем разуме вот вот в этой квартире может она была слишком старая или просто сдалась будь у меня способность я бы никогда не не вышел на пенсию и постоянно бы впялился во всякое дерьмишко и не сомневаюсь так ну тут больше ничего нет интересного да тут конечно очень сильные изменения да чё те сам что он здесь делает здрасте миссис гибсон хотели ну что ж обычное дело да уж эта дамочка обид не прощает так ну ладно погнали дальше можем кстати в подвал в случае давайте с подвала начнем потом уже на второй этаж это то самое место спальня 1 спальня 2 какая-то жижа что у нас вообще в инвентаре искать апартамент давайте прогуляемся в подчин спальню бля я видимо где-то обронил ключ пока ходил везде утром помнишь когда последний раз увидел не но я был на стопудов уверен что он спокойненько лежит у меня в кармане он обязательно найдется окей а я конечно не понимаю зачем мы туда шли я просто типа пытался найти какую-то сюжетную ветвь как раз я пытаюсь это сейчас сделать что это такое хм что там это зуб фу чувак ты боль по голыми руками ну не оставляешь его здесь что если он нам понадобится для чего-нибудь да какой да на кое лято нам поможет может понадобиться зуб привет я салли кромсаль а это мой друг Варя мы исследуем параномальные явления и оккультную деятельность в Нокфале здесь творится всякая чертовщина верно подмечена ты типа с зубом разговаривал зуб один из пяти тут буква Н написано окей походу нам нужно будет искать зубы так тут точно больше нет зубов может улана еще есть зубы какие-нибудь нет тут зубов больше нет можно идти вот тут валяются зубы надо сейчас приглядываться к каждой морщинки каждой штучке которая более-менее похожа на зуб э-э-э-э странно пиктатьсяе это место после стольких лет что я здесь прожил я чувствовал то же самое когда мы переезжали из Нью-Джерси но когда тогда я не знал что именно такая перемена мне и дарерталась так что я рад что все так сложилось Будет круто жить в одном доме с тобой и Тоддом. Честно говоря, я жду не дождусь. И все же, я понимаю, что переезжаю не так уж и далеко, но мне все равно почему-то немного грустно. Это большая перемена, Вария. Испытывать такие чувства в подобной ситуации абсолютно нормально. Ты в порядке? Да я в порядке, давай продолжим поиски. Ладно. Так, ну давайте в ванну зайдем. Нифига нету. А кто теперь тут будет жить? Или вообще никого не будет? Просто пустая комната. Так, 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 так. Магридофон. Ты помнишь первый раз, когда я убью тебя без маски? Как такое можно забыть? Ты так яростно тряс башкой, что маска скрестела с твоей головы и угодила мне прямо в лицо. Ты так переживал за мной, за мой разбитый нос, что сперва даже и не заметил. Я чувствовал себя виноватым. Да, но потом, когда я сказал тебе, что я в порядке, почему ты заплакал? Потому что ты не отвернулся. Слишком трогательно. Сейчас сам заплачу. Ладно. Ну где зубы? Алло. Мне нужны зубы ваши. Так, понятно. Никто не хочет делиться зубами? Тогда я пошел на второй этаж. Может, тут валяются какие-нибудь зубы? Ну, а тебе сюда. А новостей сказали, что Чарли выпускать в тюрьму. Смотрел? Смотрел. Только это не настоящий Чарли. Как думаешь, где он сейчас? В смысле, настоящий Чарли? Думаю, он либо в лапах культа, либо они его уже убили, или пустили на колбасу. С-с-с-с. Я с этим чуваком хреновенько сходился, но никто не заслуживает оказаться в колбасе. Чарли был немного странным, но хорошим. Он даже начал мне нравиться, пока мы не решили, что он убийца. Блин. Почему мы ему конкретно подговнили, да? Мы не виноваты. Мы не могли знать. И ты, собственно, глазами видел, как он её убил. До сих пор кошмар снятся. Ладно. Нету нифига. Тут тоже зубов нету. Наверное, это просто... Опять вот эти комнаты, воспоминания, всё такое. Блин. Мне нужны зубы. Кстати, мы вроде сюда ни разу не заходили. О, что-то есть. Перечинный нож. Зашибись. Здорово, он может пригодиться. Хорошо. Окей, не зашли бы сюда. Но я не знаю, чем он, конечно, нужен, этот перечинный нож, но, возможно, он где-то пригодится. Так. О, здрасте. А ты... Я так понимаю, ты в облаках уже витаешь, да? Сали-кармсали и медвежонок в Ааре. Какой приятный сюрприз. Привет, Янис. Приветик. Что у вас двоих сюда привело? Просто же сали поздороваться. Приветик. Хе-хе. Привет. Привет. Ну, ладно. Давайте погуляем, поищем зубы. Вдруг она где-то прячет зубы, а? Ребята, только что сошли в Ана вдвоем. Хе-хе. Грек. Грек, ты здесь? Ау. Супер Гирбой тоже молчит. А у меня есть он? У меня нету. Или стоп. Еще зуб. Наверное, подсказка или типа того. Я зуб нашел? Я случайно его нашел. О. Зуб, который я нашел на втором этаже, он весь обгорел. Ладно. То есть, получается, где-то на первом этаже еще должен быть зуб. Хотя... Может и не быть. Наверное, остальные по этажам раскиданы просто. Пойдемте искать. Ого! Офигеть. Я даже не знаю, как теперь его озвучивать. Привет, ребята! Привет, Сау и... Привет, Варри. Сау и... Сау и... Сави... К вам, Сави. Ого! Что с ним? Почему у него огромные выпученные глаза, как будто из-за аниме? Сода. Приветик, Сода. Как поживает моя любимая малышка? Хе-хе-хе. Хочешь покататься на плечах дедушки Сави? Ой, Сау... У нее сыпь. Лучше не брать ее на руки. Спасибо за предупреждение. Мамочка. Да, лапушка. Я хочу... покатиться... на плетях дяди Сава. Бучка, давай не сегодня хорошо. Помнишь, что я сказал утром? А, хавафо. Ой, ну не переживай, малышка, Сау. Эээ... Если пить лекарство, которое сегодня отдал доктор, ты у нас быстро полетишь. Я обещаю. Обещаю. Обязательно. Хе-хе-хе. Так, ты нам не даешь пройти? У вас есть зубы? Зубы есть? Ну, у тебя, я вижу, есть зубы. Окей. Мы просто дантисты. Тут решили подзаработать что-то. Неожиданно. Зубы лечим. О, зуб. Зуб? Пока что мы не в зуб ногой. Чувак, перестань. Какая-то какая-то шутка. Сэ. Это четвертый зуб почему-то. мы походу пропустили зуб. На первом этаже, наверное. А на пятом, наверное, не будет зубов. давай тогда сходим на четвертый и возьмем там пятый получается зуб. Ну, я думаю, что он там. Может, в сломанной квартире? О, ты кто? Мистер Сандерсон? Ой, извините, мы не знали, что тут кто-то есть. Мистер Сандерсон? Привет, Ларри. Я просто прощался с Сэнди. Прощались? Сегодня я уезжаю из Ноквова, просто мне не нужно отсюда уехать. Ясное дело, вам через многое пришлось пройти. А вы это может прощать немного странно, но кто из вас случайно не видел мою жену где-нибудь поблизости? Не знаю, веряете ли вы в призраков, думаю, я просто надеялся поговорить с ней еще хотя бы разок. А я помню, мы ее видели или не видели. Допустим, видели. Я этого и боялся. Как-то мой гиллок у меня так не вышел с ней связь. Она очень по-моему скучает, и здесь одиноко, но мы не видели ее уже некоторое время. Бедная моя Сэнди, она этого не заслуживала. Чего вы боялись? А? Вы сказали, этого я и боялся, чего именно? Да не важно, просто вот и все. Ребятки, не могли вы сделать мне одолжение и дать побыть одному? Конечно, мисс Сандерсон, без проблем. Дайте знать, если вам что-нибудь понадобится. Спасибо, Ларри. Окей. Пошли дальше искать зубы. Чего это? Камерсон, кассета. Тут в виде кассета она сломана? В смысле сломана? Кто-то нам не даст посмотреть какой-то видеоролик и все? Больше тут ничего нету? Так. Ладно. Тут больше ничего интересного. Зубов нету. Окей. Так, что тут у нас? О! Родители. А ты кто? В смысле? У нас разве с мамой все в порядке? Привет, пап. Привет, Лиза. А, Лиза. Лиза какая-то. Он что, типа встречается с другой? Привет, ребята. Привет, парни. Ё. О, когда мы в последний раз вот так все с ними собирались? А, это же, ё-моё, это же мать этого, Валари. Точно. Только сейчас понял. А чё, а чё они встречаются там? Две недели назад. Хе, сал. Эээ, нужно сегодня все вместе поужинать. Ну, мальчики, что скажете? Лиза расскажет мне секрет приготовления своей лазани. Печь лазань. Ладно. Лиза, лучше твои лазаньи в мире не сыщешь. Ой, спасибо, сладкий. не окажешь, не окажусь от бесплатного ужина. У меня сегодня планы, но если я рано соберусь, то обязательно приду. Ладно, когда ужин будет готов, Флори, отправить тебе мгновенное сообщение или как ты как вы там его называете. Пап, это называется смс. Точно, точно, это шутка. Договорились. Так, а у вас есть зубы? Зубы, 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 зубозай. Зубов походу нету. Так, чё, всё, что ли, получается? Квартира Роберта. Ого. А у тебя есть зуб? Ты кто такой? Подожди. Ща, смотрю на зубы. Проверка на зубы. Блин, что, на пятом этаже, что ли? Эй, эй, а вот и мои ловители привидений. Привет, чувак. Привет, Роб. Как проводится охота? Эээ, здесь строго засекречено. Какая разница, тут и то, и то, в принципе, какой-то бред, как бы, здесь запустно, но это как-то, да нет. Форма строго засекречена, но это как бы, ну, давай скажем типа так. Призраки уже давненько не показывались. Это хорошо или плохо? Мы не уверены, но как раз пытаемся выяснить. Понял. Видел в последнее время, что ему странное? Хоть что-нибудь? Ну, у меня в левой ягодице какой-то странный бугорок выскочил, если бы вы могли взглянуть. уверен, у нас подходящая квалификация. Да я же просто наебываю. Моя задница гладкая, как масло на булке. Хе, булки? А, Варя, ну ты шелунишка. Ладно. Пойдемте подальше от него. Я, походу, очень подобрал подходящий голос. Ну, ты шелунишка. Хе, хе, а может у них все-таки зуб? Да, я же еще не обыскал вот эти места. Так, тут не похоже, что был зуб. Может, тут? тоже нет зубов. Походу, на пятом тоже будут зубы. Зуба, 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 дай. Так, давайте искать. Ой, что-то торчит. Кассета. Голод. Голод раздирает мой живот. И все же, пока я не умерла, сколько времени прошло, в этой бесконечной ночи понять невозможно. Как долго я гнию в этой ебучей тюрьме без еды, без света, без сна, без связи. У меня ничего нет, ничего. Пробуски жизни вдалеке, от которых не дотянуться. хотел бы я, чтобы они уже открыли эту гребаную воронку, чтобы разодрали этот мир к чертям, чтобы все это закончилось. Мне нужно, чтобы это закончилось. Окей. Кассету нашли. Ну что ж, тут была кассета, может, тут есть зубы. Это ты доски убрал? Да, утром, когда все смотрел. Ладно, давай заглянем еще раз. Так, может, что-то в матрасе. Стэйси, ты здесь? Супергер бой молчит. Он у тебя, что ли? Я не помню. Наверное, он у него все-таки. Стэйси всегда было сложно призвать. Я совсем не удивлен, что и в этот раз она не объявилась. Ты прав. По крайней мере, надеюсь, что она с Меган. Так, дырка. Ой, ты со мной в дырку пошел. Петля. Столько смерти и разрушений под одной крышей. Мне очень жаль семью Холмсов. Хол, Холмсов? Шерлок Холмс и... Ладно. Они изушили того, что с ней произошло. И как бы мне не хотелось ненавидеть Люка за то, что он отворил, я испытываю к нему лишь жалость. Он навлек на себя беду, когда решил помочь Совету с призывом демона. Отстойно, что ему пришлось втянуть в это и Меган со Стэйси. Думаешь, он правда мертв? Красноглазый демон? Ага. Я знаю, что Бластер Тодда скорее всего уничтожал демона, но это было слишком просто, тебе не кажется? Понимаю, о чем ты. Раньше я не думал так же, но уже несколько лет не было и намеков на его появление. А что если мы типа только ранили его, а он теперь ждет где-то во тьме набирается сил? Тогда мы снова отправим его в ад, как только он появится. Ой, как все сложно. Можно не так сложно, пожалуйста? А то я не могу переводить столько информации. Тут еще можно как-то сложить хоть что-то в единую картину, а то у меня уже не складывается. Давайте в ванную зайдем. Меган? Ау, ты здесь? На супергер бой тишина. Эй, а откуда здесь жерелье? Я не заметил, что оно пропало. Странно. Может поэтому она к нам не выходит? А что значит остальных? Не знаю. Зубы есть? Зубов нет? Ну как так-то? И что делать? Ну как бы еще есть вот эта сторона. старая птичья клетка. Хм, что? Похоже на одни птичьи клетки скрытая панель. Не замечал ее раньше. Странно, один из винтов отсутствует, будто кто-то уже пытался ее снять. Ну да. Хм, чтобы снять мне понадобится отвертка или что-то типа того. Подожди, тут зуб валяется вот это рядом. Нет? Ладно. Так, у меня вроде есть ножик, может он поможет использовать. О, отлично. В нем была отвертка. Ага, тут надо зубы вставить. Made in China. Еще надо понять, куда зубы вставить. Ну, смотри, я понял, что вот этот зуб надо вставить сюда. Типа это север, а это юг. Вот так. Это, наверное, будет по центру. Но пока больше ничего не могу сделать. Ладно, придется сейчас искать зубы остальные. Так, ладно, надо сходить в эту еще сторону. Может, здесь что-нибудь есть. пресвятые фикашки? Какие фикашки? Вы совершили ошибку. Какого черта, мужик? Нам всем придет конец. Да чего ты вообще несешь? Ай, шумно, шумно. тебе нельзя здесь находиться. Тьма сгущается. Он исчез. Это хрен, ну, пока у меня до усрачки. Я, кстати, уже видел, как этот бомж здесь спит. Интересно, что он имел в виду? как по мне, это просто бред сумасшедшего, чувак. А зуб там есть? Зуб валяется? Зуб! Ебой. Тебе не по зубам мой тонкий юмор. Смешно. Ну да, я понял, что это все типа север, юг, запад, восток. Это было несложен догадаться. Так, давайте проверим первый этаж. Наверное, где-то я там пропустил зуб. Возможно, он был просто незаметный какой-нибудь. Так, сюда мы не зайдем. Давайте сюда не зайдем. Может, что-нибудь валяется? Нет, тут не валяется. Наверное, у бабушки вот этой вот здесь, которая здесь раньше жила. Вот, да, зуб! Все! Что в этот раз без дешебильных каламбуров? И в мыслях не было, зуб дает. под каламбуров? Под каламбуров? Так, нам на пятый этаж. Нам нужно сделать культ из зубов. Зубный, зубной культ. Давайте совершим. Так, Е, Е, это у нас восток. и в запад. Что-то было? Неправильно? Эээ, че? Эээ. вест, запад, норс, север, соус, это юг. может, типа, наоборот, надо как-то поставить. Аааа, я понял. Вот почему нужна была вот эта наклейка перевернута Мэйденчина. Это, типа, перевернутая карта. Все, я понял. Все. Ну, вот это, это хорошо. Ой, хорошо вы сделали. Ой, Ой, хорошая загадка. мне понравилась аж. Вроде простая, но, блин, вот это прикольно было сейчас. Так, это значит, получается, здесь должно быть, да? Это здесь. Да. Ого. Классная загадка. Вот это классно. Это классно придумали. Мне прям понравился тут такой намек хороший был с этой наклейкой. Кажется, я нашел ключ, который ты потерял. Я не терял, просто поглядя, откуда он вообще там взялся? Я его туда не клал. Кто-то хотел, чтобы мы его нашли. А, и могли, не знаю, рассунуть его в щель под моей дверью или положить в почтовый ящик. Реальность вообще как запутанная паутина. МЧ. Забей ключ у нас. Пойдем проверим храм. Зависло. Я получил достижение зубы. Ладно, давай тогда уже продолжим следующие серии. Все-таки мы такой немаленький культ проделали. Мы продвинулись по сюжету. Нам нужно будет получается спуститься в подвал. Вот. И там мы уже все порешаем. Что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про группу в ВК. Там можно предлагать игры для прохождения. Там можно кстати узнавать, что скоро выйдет серия какая-то. То есть я там заранее объявляю. Если что, да, ставьте себе. И у нас еще есть дискорд-север, если вы не знали. Ссылка в описании. Заходите туда. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok